Привет! Меня зовут Светлана. На календаре 8 декабря 2023 года. В первой части видео по обыкновению я представлю вашему вниманию прогресс за две недели моей вышивки картины Happy Family. Счастливая семья. Затем, друзья, согласно традиции, сложившейся на канале, во второй части видео вновь состоится заседание нашего светского клуба. Сегодня нас ждет следующая глава «Тайн и загадок древнего мира». И называется она «Иерихон и читал Гуюк». В двух предыдущих видео в компании наших дедушек-кроманьонцев мы рассмотрели, так сказать, каменные вопросы. В данном же выпуске уже нас интересует, когда люди поняли, что им выгоднее и удобнее жить в городе по защитой каменных стен и безопасности от врагов. Скорее всего, это случилось тогда, когда люди перешли от каменных орудий к металлическим. Новые орудия труда позволили им получать урожай такой, которого было достаточно не только для того, чтобы прокормить себя и свою семью, но еще и оставалось вдоволь, чтобы обменять на что-нибудь. Но как только появилась возможность произвести больше, чем нужно самому себе, появились и те, кто хотел бы присвоить себе то, что есть у соседа. Теперь было что похищать и что защищать. Так возникли первые города. Но где и когда это случилось? Ну, а случится это, друзья, напомню, во второй части видео. А сейчас вышивка. На начало отчетного периода дело было так. Итак, продолжаем вышивать картину «Счастливая семья». Я выделила участок для двух с половиной тысяч крестиков на календаре 24 ноября 2023 года и взял свое начало новый отчетный период. У меня сейчас, друзья, монтируется видео с исторической частью «Торжество камня». Ну, а я этим временем буду вышивать. И сейчас хочу показать вам, что должно получиться на конве. А на конве должна проявиться темнейшая сторона стены с остатками, возможно, портрета, картинки, открыточки, ну, или чего-то иного очень важного и дорогого для персонажей нашей картины. Ну, а сейчас интересно посмотреть, надеюсь, вам будет интересно посмотреть, какое количество символов мне осталось вышить на данном выделенном участке. Сейчас я буду вышивать 99 крестиков одного цвета. И самый крупный участок будет содержать 494 крестика. Ну, вот, друзья, 26 ноября я заканчиваю вышивать выделенный участок. Как раз вышло на канале Местерство рукодельня новое видео, Ирочка выпустила. Вот, буду смотреть, слушать и вышивать. Ссылочку на канал оставлю в описании под видео. Ирина на своем канале очень интересно рассказывает о своих работах. Она вышивает и много профессионально вяжет. Так что заходите, я думаю, всем будет очень интересно. Готов участок. И мы теперь можем переходить к следующей выделенной области. Есть. Теперь... Произведем перемотку. Все. Перемотка состоялась. Участок на полторы тысячи крестиков выделен. А теперь, друзья, давайте посмотрим, что будем вышивать. А вышивать мы будем нового персонажа. Вот так. И спину со спинкой стула галочки. Ну что ж, приступаем. Первое декабря сегодня, 2023 года, и, как я там обычно говорю, оп, и готово. Да, друзья. Да, друзья, уже галочка начинает приобретать законченный вид, готова уже ее спина. Далее будет вышиваться спинка стула. И появляется на конве новый персонаж. И появляется на конве новый персонаж. Это наш друг Горацио. Сейчас, наверное, все вспомнили фразу. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Тут же вспоминается и... Бедный Йорик. И не менее знаменитое... Но все это связано с другим Горацио. К персонажу трагедии Уильяма Шекспира, Гамлет, принц датский. Ну, а у нас наш свой Горацио. Вот такой интересный. Сейчас, друзья, мы с вами посмотрим, что нас ждет ниже. А ниже нас ждет продолжение спинки стула. Далее постельное белье. И Горацио кормящий. Вот такая румяная щечка у него получилась и на вышивке тоже. Приятная улыбочка. А насколько же сложный этот участок? Сейчас мы с вами посмотрим. Так, пошли единички. Двушечки пошли, я вижу. Так, трешки, четырешки, пятешки. Ну, все стабильно. Сейчас мы посмотрим. Ну, десяточек очень много. И самый большой участок, вышиваемый одним цветом, будет состоять из 111 крестиков. Ну, вот к нему и будем стремиться. Ну, вот, друзья, готов еще один участок. Спинка стула, спина галочки. И рука Горацио. Также постельная, с узором ярким. Все замечательно, интересно. Ну, теперь будем перемещаться вправо и займемся вплотную Горацио. Готовую Горацио, за ним виднеется постель. И у нас уже расчерчен и готов следующий участок. К нему мы и приступаем незамедлительно. Вот, друзья, сегодня 7 декабря. И наш друг Горацио наполовину готов. Сейчас у нас состоится заключительная перемотка. И все. Вот такие наши персонажи. А вот и мой компаньончик. У него сейчас обеденный перерыв. С дремотой. Да, Алмаз? Алмазушка, хороший мальчик. Да, дикие мои лапочки. Вот так, отдыхает. Благополучно завершилась перемотка. И перед нами, друзья, открылась заключительная часть картины. Состоять она будет из четырех выделяемых участков, которые я буду постепенно заполнять вышивкой. И понятно, что устремляюсь я к четвертому углу, который находится справа внизу. Вот такая интересная предстоит работа. И насколько сложный участок нас ждет? Ух ты! Единичек всего лишь две. Двушечки. Немного. Одна троечка. Четырешки. Ну, так сказать, участок несложный. И самый большой участок, вышиваемый одним цветом, будет состоять из трехсот двадцати двух крестиков одного символа. И новая область на сегодня выглядит уже вот так. Так, проявляется голубь, руки Горацио. Ну, сейчас буду снимать отчет, а затем продолжим. Вышито уже девяносто целых и тридесятых процента картины. В крестиках это составляет девяносто три тысячи девятьсот двадцать. За отчетный период мне удалось вышить двенадцать тысяч двести шестьдесят крестиков. И со ста четырех тысяч, друзья, нам осталось вышить десять тысяч восемьдесят крестиков. И все, друзья, занавес. Как видите, друзья, миновал темный период вышивки, стены, угол дома наших героев и картина, как украшение их жилища. И наступило долгожданное просветление в виде постели, персонажей и голубей, которые потихоньку начинают слетаться на канву. Вот уже даже наш друг Горацио пытается их накормить. Конечно, пока это только намеки, а не птицы. Но я надеюсь, что в самое ближайшее время они уже будут выглядеть совершенно полноценно. Да, друзья, их появление и появление Горацио разогрели мой интерес к этой работе настолько, что я не смогла от них оторваться и переключиться на сборку рождественского пинкипчика. Хотя, как вы помните, собиралась. Но я понимаю, что время еще есть у меня. И к празднику я, конечно, обязательно успею его собрать и показать вам в готовом оформленном виде. Ну, а на сегодня о вышивке все. Достижения обозначены, результаты продемонстрированы, впечатления озвучены. И мы подошли с вами ко второй части видео. Так что, друзья, настраиваемся на нужный лад и отправляемся в путешествие по древнему миру. Среди вопросов, которые задавали себе историки-археологи, весьма важным был такой. Когда люди поняли, что им выгоднее и удобнее жить в городе под защитой каменных стен в безопасности от врагов. Скорее всего, это случилось тогда, когда люди перешли от каменных орудий к металлическим. Новые орудия труда позволили им получить урожай, которого было достаточно не только для того, чтобы прокормить себя и свою семью, но еще и оставалось вдоволь, чтобы обменять на что-нибудь. Но как только появилась возможность произвести больше, чем нужно самому себе, появились и те, кто хотел бы присвоить себе то, что есть у соседа. Теперь было, что похищать и что защищать. Но защищаться от нападения в отдельно стоящем доме или в деревушке, состоящей из нескольких домов, невозможно. Так появились небольшие поселки, вокруг которых люди начали возводить стены. Постепенно в этих поселках начало селиться все больше ремесленников, торговцев, жрецов, то есть народа, не связанного с земледельческими работами. В городе стал жить и вождь племени, или нескольких племен. Он строил себе башню и обещал защищать город. Конечно, не безвозмездно. Так возникли первые города. Но где и когда это случилось? Традиционно первыми городами в истории современной цивилизации считались города Древнего Египта и Двуречья. Внизу в Яхтигра и Евфрата. Ведь именно там расцвели величайшие государства древности. В Египте и в Двуречье мы сразу же сталкиваемся с развитой цивилизацией. Даже в самых ранних слоях египетских и шумерских раскопок встречаются грамотно построенные дома и храмы, и посуда там обожженная, разнообразная. После открытия английских археологов на древность стали претендовать города другого района, долины Инда, то есть Индии. Считалось, что эти города были покорены и разрушены воинственными ариями, ворвавшимися в Индию в середине второго тысячелетия до нашей эры. Судя по всему, их построили за много столетий до нашествия арии. Вероятно, египтяне и шумеры научились строить города, возводить стены, большие здания. Но когда и у кого? Археологи стали искать первые крупные поселения. Не деревушки охотников, не общие дома племени, а те поселения, из которых потом выросли города. Последний ледник отступил 10 тысяч лет назад. Мир стал почти таким же, как сегодня. Только Сахара и Двуречье были более влажными и плодородными, чем сейчас. В Сахаре, например, водились слоны и бегемоты. Там было немало поселений каменного века, следи которых остались в современной безводной пустыне. Жители Сахары разводили мелкий скот и вынуждены были перемещаться за своими стадами, когда те истребляли подножный корм. Так, в течение 6-3 тысячелетия до н.э. племена из Сахары расселялись по Северной Африке и Ближнему Востоку. Египтяне вполне могут быть потомками обитателей Сахары. В 1955 году английский археолог Барбара Кеньон отыскала следы города Иерихона. О нем немало говорится в Библии. Там его еще называют городом Пальм, лежащим на берегу реки Иордан. Израильтяне решили его завоевать, для чего сначала послали лазутчиков. Царь Иерихона прознал, что в городе появились вражеские шпионы. И велел Рааф, блудница, у которой остановились эти злодеи, немедленно выдать их ему для допроса. Получив требования от царя, Рааф предложила лазутчикам бежать, спустила их на веревки с крепостной стены, где они, проплутав три дня по горам, вернулись к израильскому вождю Иисусу Новину и выложили ему все секреты Иерихона. Новин узнал о крепостных укреплениях Иерихона что-то такое, что заставило его отказаться от штурма или осады. Выбранная полководцем тактика не имеет аналога в мировой истории. Справив Пасху, Иисус заставил все мужское население Израиля пройти обряд обрезания, который не применялся со времен исхода. После этого израильтяне на протяжении шести дней ходили на безопасном для жизни расстоянии вокруг стены Иерихона. Шествие возглавляли воины. За ними шли мужчины и обреченно надули в дудки и трубы. Следом жрецы несли ковчег, а замыкали эту процессию старики, женщины и дети. Всего четыре миллиона человек. Все зловеще молчали. Воздух оглашали только вой и свист дудок. Осажденные с большим удивлением наблюдали столь странный способ осады, подозревая, что происходящее имело магический смысл. Но не сдавались на милость богоизбранного народа. На седьмой день Иисус Новин, в нарушение завета отдыхать на седьмой день, решился на штурм. Израильтяне обошли стены шесть раз, сохраняя гробовое молчание. А на седьмом круге они дружно и громко возопили. Стены не выдержали криков и вопли и рухнули. Израильтяне ворвались в город и перебили всех жителей до единого, даже животных. Пощас жена была только блудница Раав, которая пустила переночевать израильских лазутчиков. Сам город был выжжен дотла. Новин был так сердит на несчастный Иерихон, что проклял всех, кто посмеет этот город восстановить. Правда, потом, по истечении веков, Иерихон все же был восстановлен, но уже не имел самостоятельности. В нем располагалось уникальное в мировой истории учебное заведение училище пророков. Некоторые видят в оружии Иисуса Новина остаток чудесного древнего знания, известного тогда, но забытого нами. А может быть, стены Иерихона были такими ветхими, что в городе приказывали громко не разговаривать и не петь песен из-за опасения, что стены рухнут? Раав рассказал об этом лазутчикам, и Иисус просто использовал подсказку. Правда, по мнению многих ученых, разрушение города Иерихона – результат землетрясения. Если бы на него действовала любая внешняя сила, например, оружие, городские стены упали бы внутрь. Но и ограда Иерихона, и все здания рухнули в одном южном направлении. А это похоже на действие сильного подземного толчка с эпицентром на севере. Выводы сейсмологов подтверждаются еще и тем, что отец городов стоял в районе Мертвого моря, близ реки Иордан, где по сей день достаточно неспокойная геологическая погода. Недаром же все города этого края разрушались и восстанавливались неоднократно. Последнее землетрясение возле Иерихона произошло 11 июля 1927 года. По мере того, как археологи, углубляясь в культурные слои Иерихона, обнаружилось, что они уходят вглубь, по крайней мере, на 8 тысяч лет. Иерихон оказался значительно старше, чем самые древние постройки в Египте и Двуречье. В Иерихоне, причем в его древнейших слоях, были обнаружены толстые крепостные стены и даже массивная крепостная башня. Площадь Иерихона превышала 10 гектаров, и в нем в тесноте, но в безопасности обитало до 5 тысяч человек. Это и по нынешним меркам город, а по тогдащим просто гигант. Дома внутри города были обнесены стенами, образующими дворы. В центре города стояли дома, в которых жили вожди или жрецы. Население города занималось, скорее всего, торговлей с солью, добытой в Мертвом море. Древний Иерихон, вероятно, является родоначальником традиции обезглавливать покойников перед похоронами. Может быть, это связывалось с культом Луны и символизировало надежду на возрождение? Во всяком случае, головы хранились или хранились отдельно от тела. Древность Иерихона, подтвержденная современными способами измерения возраста материалов, была так велика, что в нее трудно было поверить. И многие не верили. Вскоре очередная накутка удостоверила древность городских культур. В Турции, в местности Анатолия, в 1961 году археологи отыскали город Чаталую. Уже после первого сезона раскопок стало ясно, что найден город не менее древний, чем Иерихон. А когда археологи сняли с холма, где стоял когда-то город, 10 метров культурных напластований, то обнаружили еще более старые следы 7-го тысячелетия до н.э. Чаталгуюк достался археологам в лучшем состоянии, чем Иерихон. И о его строениях и обитателях известно куда больше, чем о Иерихонцах. В самых древних слоях города обнаружили немало зерна, костей коз, свиней, овец, а также собак. Кроме того, там были кости диких зверей, на которых охотились жители Чаталгуюка. Рыболовные крючки, рыбьи кости, чешуя, что говорит о рыболовстве, а также сосуды со следами меда. Город постепенно, шаг за шагом, отделялся от сельской местности. В его жителях числились и землепашцы, и охотники, и пчеловоды. Но в то же время там жили разные ремесленники, торговцы, жрецы и племенная знать. В Чаталгуюке культурные слои остались нетронутыми позднейшими застройками или пахотой. Снимая слой за слоем, археологи могли медленно уходить вглубь времен. И вскоре в Турции было сделано очень важное открытие. Ученые нашли самые древние хорошо вылепленные глиняные сосуды, обожженные на огне. А это была настоящая революция в истории человечества. Эти сосуды стали покрывать глазурью и даже орнаментом. Но гончарного круга жители первого города еще не знали. Почему это так важно? Дело в том, что глиняные сосуды, найденные в Египте, даже самые древние, сделаны уже очень тщательно на гончарном круге. И явно за ними стоит древняя традиция, школа и умения. Но первые классы этой школы человечества прошло в Иерихоне и Чаталгуюке. Каким же был самый первый город? Кирпичная стена высотой в 4 метра окружала несколько дворов, в которых насчитывалось примерно 40 домов. У домов не было дверей и окон в нашем понимании. Хозяева попадали в них, поднявшись по приставной деревянной лестнице на плоскую крышу, а затем, пройдя по крыше до дыры, дымохода. Под этой дырой на полу находился домашний очаг, то есть костер, окруженный камнями. Спустившись, житель дома попадал в общее помещение. Это была и гостиная, и кухня. Оттуда он мог пробраться к себе в спальню. От гостиной в эти клетушки вели узкие лазы, сквозь которые пролезали только на четвереньках. На полу центральных комнат обнаружили следы шерстяных ковров, а стены были расписаны узорами, которые очень напоминают орнамент на современных восточных коврах. Но самое удивительное заключалось в том, что в этом небольшом городе исследователи отыскали по крайней мере три храма. В нашем понимании они не очень похожи на храмы, но это явно шаг вперед по сравнению с каменным алтарем на холме или кольцом камней. Эти храмы затерялись среди домиков, и снаружи их трудно отличить от жилых помещений. Внутри каждого храма находилась довольно большая комната, в которой могло собраться достаточно много людей. Стены ее были расписаны грубым орнаментом и картинками, в которых можно угадать богинь, быков, баранов, лучников. Но еще интереснее оказались другие находки, сделанные в этих храмах. В углу одного из них стоял каменный ящик, набитый человеческими костями. И там же нашлись четыре кинжала из клемня. Ученые сходятся во мнении, что здесь приносили человеческие жертвы. И, наконец, в этих первых храмах найдены многочисленные фигурки из глины и мрамора. В основном это бородатые боги, толстые богини и даже один мальчик с леопардом. Но что совсем удивительно, на стене одного из храмов красной краской намазан крест. Пока краска еще не высохла, в нее добавили из толченного порошок хрусталя. И когда в храме горел костер или глиняные светильники, крест начинал сверкать и переливаться. В последние годы отыскались и другие древние города. Впрочем, так бывает почти всегда. Стоит археологам найти первый предмет или город, как подобные находки происходят и в других местах. А это значит, что история человечества становится длиннее и богаче. В конце 20-го столетия на северо-востоке Сирии, на территории небольшой деревеньки Хамукар, были обнаружены развалины древнего города. Мало кто осознал тогда значение этого события. С ростом технической оснащенности археологи все чаще делают значительные находки. Но позднее ряд специалистов пришел к выводу, что руинам, скрывавшимся под двухметровым слоем грунта, уже 6 тысяч лет. Это значит, что они намного столетий старше, чем первые города Шумера. О том, что это был именно город, а не поселение, свидетельствуют и мощные стены, и огромные печи для обжига керамики, а уникальные печати, которыми пользовались горожане, вообще не имеют аналогов в мире. Хамукар, город назвали по имени деревушки, рядом с которой его нашли, занимал площадь более 200 гектар. Настоящий мегаполис для древнего мира. Ни шумерская, ни египетская цивилизации не создали столь крупных городов. А гигант Вавилон возник намного позднее. Первые раскопки в этих местах проводились еще в 20-х годах прошлого века, когда археологи искали столицу исчезнущего государства Митани. Столицу так и не нашли. Работы несколько раз надолго прерывали. К поискам города подключились даже специалисты НАСА. Сделанные со спутника фотоснимки позволили нащупать городскую стену. Метр за метром пробивались ученые к находке. Раскопки велись в трех зонах и на нескольких уровнях, что дало возможность изучить город в различные периоды его существования. Когда начала встречаться керамика, датируемая 3200 годом до нашей эры, а культурный слой все не иссякал, археологи поняли, что находятся на пороге уникального открытия. Дальше пошли горшки, сделанные на гончарном круге. Огромная редкость для столь глубокого прошлого. Маленькие изящные сосуды со стенками не толще скорлупы страусиного яйца. Статуэтки с большими спиралеобразными глазами и много обломков керамики. В самом нижнем слое стали попадаться черепки возрастом ни много ни мало в 6000 лет. Ученые так и не смогли отождествить эту культуру, родившуюся в тесном взаимодействии народов сири и месопотами, ни с одной знакомой. Поэтому назвали ее просто культурой древних народов Ирака. Наиболее ценной находкой оказались 15 печатей с тщательно прорисованными изображениями леопарда, собаки, зайца, медведя, льва, рыбы, птицы и другие животные. Все они были найдены в одной яме, предположительно могильной. Печати в древности были основным удостоверением сохранности товаров. Если глиняный отец стоял, например, на сосуде, вмещавшем определенную меру зерна, можно было не взвешивать это зерно заново. Кроме этого, печати стали одним из залогов появления письменности, ведь и она возникла из пиктограмм, то есть рисунков, позже превратившихся в символы, а затем иероглифы и буквы. Интересны другие находки, предметы обихода, украшения и элементы одежды. Модницы древнейшего мегаполиса, например, носили бусы из камня, фаянса, ракушек, причем бусинки были такого маленького размера, что могли нашиваться на одежду как бисер. Важной частью города являлась городская стена, высотой более трех метров и толщиной в четыре. Стена ровесница хомукара, так как остатки керамики под ней относятся к середине четвертого тысячелетия до нашей эры. Парадоксально, но факт. Первые города и государства возникли еще до появления письменности, которую считают необходимой предпосылкой рождения цивилизации. Как же удавалось тогда фиксировать законы, подсчитывать товары, передавать приказы войскам? А ведь армии в то время уже были организованными и сильными, иначе против кого было бы возводить в хомукаре столь мощную стену? Подлинные названия государства, города и народа, населявшего хомукар, неизвестны. Этническую принадлежность хомукарцев также очень трудно определить, хотя археологический материал дает основания причислять их крайним этносом Северной Сирии. Предметы, найденные здесь, вызывают больше вопросов, чем дают ответов. Кого изображают глиняные фигурки с огромными глазами и куполообразными головами? Богов, царей, жителей города? А что заставило людей тесниться в мегаполисе, когда можно было спокойно разместиться в небольших поселках, без особых проблем со снабжением и соблюдением санитарии? Почему при толщине стены в 4 метра ее высота составляла чуть больше 3? Неужели жители больше боялись стенобитных орудий, чем осадных лестниц? А может быть, это вообще была не крепостная, а водонапорная стена? Или ярус террасы? Для чего были предназначены просторные емкости кухонных печей? Еды из них хватило бы для нескольких сотен человек? Может быть, в этих духовках выпекался хлеб, а, возможно, бродила первая в мире пива? Работа археологов в этом регионе была остановлена из-за войны. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если тема вам понравилась. Я желаю всем мира, здоровья и всяческого благополучия. А на сегодня у меня все. Пока-пока. субтитры субтитры